Я сейчас нахожусь на заводе GJF, который занимается производством пицца-печек. Конкретно сейчас я нахожусь в их шоу-руме. Выставлена достаточно большая линейка пицца-печек. Наверное, я вам сейчас покажу главное отличие между их бюджетной линейкой и топовой. То есть вот пицца-печка у нас двухуровневая представлена. В каждый уровень у нас может быть загружено 4 пиццы. Вот у нас сам камень представлен. Ну и вот внутренний убранство. То есть, соответственно, ТЭН у нас снизу, ТЭН сверху. Температура внутри печки у нас может достигать, по крайней мере, здесь написано 500 градусов. Я думаю, что стандартная температура 300-350. Время приготовления пиццы порядка 5 минут. Наверное, стандартная температура на выделение минут 30. Ну вот это самая популярная такая бюджетная линейка. Так вот. Вот это у нас более дорогая линейка. Здесь, понятно, на большее количество пиццы она рассчитана. Тут 6 пицц у нас сверху. Размер пиццы, наверное, 30-ка, да? Здесь у нас будет. Здесь несколько типов размеров. Они могут делать спицы 30-33-34-36 сантиметров. Но тут затрудняюсь ответить. Так вот, главное, отличие. Здесь у нас сам камень не только снизу, но и сбоку. Ох, наверное, не эта модель. Наверное, вот эта модель у нас более дорогая. Вот, здесь видно, что сам шамот он у нас сбоку, снизу и вверху. Что нам это дает? Время разогрева этой духовки будет выше, больше. То есть выходит она температурный режим, я думаю, минут на 10 больше. То есть если там у нас 30, то это минут 40. Но она дает экономию электроэнергии за счет того, что температура здесь сохраняется дольше. То есть, вот как они говорят, там за 2 часа до ухода ее можно выключать. И она будет поддерживать тот же температурный режим. Ну, чуть-чуть меньше, но он будет сохраняться дольше. Чем, скажем, в той более бюджетной модели. Вот, собственно говоря, все принципиальные отличия.